Кориопсис – многолетняя посадка и уход. Кориопсис – желтый, многолетнее растение, которое украшает многие отечественные приусадебные участки. Благодаря своему насыщенному желтому окрасу цветок преображает клумбы с середины лета и до первых заморозков. Распространен благодаря неприхотливости в уходе и размножении. Выращивание многолетника – лучшая идея украсить участок на все лето. Характеристика и описание культуры. Солнечный цветок относится к многолетникам, принадлежит семейству сложноцветных или островых. Вид условно делится на две большие группы – многолетние и однолетние, однако наиболее распространены именно первые. Описание многолетнего цветка – в абсолютном большинстве случаев многолетник представляет собой травянистое растение, однако порой встречаются кустарниковые и полукустарниковые формы. Стебли формируются ветвистые, но при этом прямостоячие. Их высота может варьироваться в пределах 20 см 1 метр. Благодаря этому культура активно используется в ландшафтном дизайне. Кориопсис – многолетняя корневая система мутовчатая. Растение может размножаться вегетативным и семенным способом. Стебель густо облиственной в зависимости от расположения листва обладает индивидуальными особенностями. Прикорневые листовые пластины целенокрайние, а стеблевые могут быть пальчитыми или перисторазделенными. Формируются супротивно. По окрасу листва может варьироваться от светло-зеленого до темно-зеленого. Соцветия имеют свойство формироваться в одиночные корзинки, диаметр которых составляет 8 см. Поверхность соцветий в зависимости от разновидности может быть простой или махровой. Цветы могут быть различного окраса, например, бурый, желтый, лиловый, красный или розовый. Лепестки на концах заостренные, как лучи, поэтому этот цветок называют солнечным. Цветение при благоприятных погодных условиях и соблюдении правил агротехники начинается в третьей декаде июня и длится до наступления первых холодов. К сведению. После цветения на стеблях формируются плоды, семенные коробочки. Схожесть семян сохраняется на протяжении 2-3 лет. Сорта и разновидности. Сегодня в природе насчитывается около 120 разновидностей кориопсиса, из них культивируется не более 30. В условиях средней полосы России чаще всего в открытый грунт высаживают кориопсис. Красильный амулет. Кориопсис. Красильный амулет. Он отличается от своих сородичей насыщенным красно-бурым окрасом, порой на лепестках отмечаются прожилки желтого цвета. При соблюдении агротехнических правил и благоприятных погодных условиях начинает пышно цвести с середины июля, а завершает в конце сентября. Кориопсис крупноцветковый, пожалуй, самый востребованный и распространенный вид в мире. Цветкам свойственны разнообразные формы и окрасы, в диаметре каждый способен достигать 8 сантиметров. Кусты формируются высокие до 100 сантиметров. К сожалению, растение имеет существенный недостаток – маленькую продолжительность жизни не более 2-3 лет. Кориопсис. Крупноцветковый кориопсис. Золотой шар многолетней посадкой и ухода за которым не составляет особого труда даже для начинающих. Не менее востребованный сорт. По сравнению с другими видами растение миниатюрное. Поверхность соцветий ярко-желтая и махровая. Визуально соцветия напоминают яркие маргаритки. При благоприятных погодных условиях цветение пышное и продолжительное, вплоть до конца сентября. Обратите внимание, кориопсис мутовщита относится к высокорослому виду, однако есть и довольно компактные сорта. Кусты формируются густые, твистые, высота варьируется в пределах 90-100 сантиметров. Цветкам в форме звездочек свойственен желтый или оранжевый окрас. Кориопсис многолетний и посадка и уход. Посадить растение можно несколькими способами, что значительно увеличивает популяцию кориопсиса в отечественных садах. Среди цветоводов сажать с культурой принято следующим образом. Вегетативный способ или, как его еще называют, делением куста. Это самый простой и вместе с тем надежный вариант размножения, осуществляющийся за счет деления корневища. Наиболее оптимальное время для процедуры – начало весны, когда поверхность грунта уже оттаяла и немного прогрелась. Околоствольный круг нужно сперва взрыхлить, далее осторожно, не повредив корневую систему, выкопать куст. Используя острый нож, поделить корень таким образом, чтобы на каждой части оставалось не менее двух-трех почек. Каждую зелинку нужно прикопать в тот же день. Посадка кориопсис с приходом лета можно размножать растения черенками. Для этого в июне и июле здоровые побеги обрезают на 10 сантиметров ниже междоузли и рассаживают в предварительно подготовленные емкости. С нижней части черенка требуется удалить листья. Используя этот метод, цветок быстро укореняется. И еще один довольно распространенный метод – семенной. Чтобы вырастить здоровый куст, требуется использовать качественный посадочный материал. Уход за многолетним кориопсисом ухаживать за многолетним растением совсем несложно. Основные агротехнические правила культуры хорошо переносят непродолжительную засуху, поэтому часто поливать растения нет необходимости. В обильном поливе кориопсис нуждается лишь в чрезмерно знойную жару. Подкормка нужна кустам лишь в том случае, если выращиваются они на скудных почвах. Оптимальное время для проведения процедуры – конец весны. Лучше всего использовать универсальные минеральные водорастворимые комплексы. Для продления цветения рекомендуется регулярно и своевременно удалять увядающие соцветия, а также семенные коробочки. Высокорослые разновидности нуждаются в подвязке. Опора предупредит разваливание куста и полегание во время неблагоприятных погодных условий. Растет и развивается растение чрезвычайно быстро, поэтому, чтобы исключить его вырождение, требуется с интервалом 3-4 года делить кусты и пересаживать на новое место. Кориопсис – солнечное растение, которое создает удивительную атмосферу в цветнике. Вырастить его не составляет особого труда, достаточно ознакомиться с вышеписанными особенностями посадки и ухода. 0.0 VOT ARTICLE RATING